Итак, вот прошла уже целая неделя с выхода Horizon Forbidden West и мне есть что вам рассказать про эту игру, так что друзья не будем затягивать, присаживайтесь поудобнее, вы на канале в красном, я Андрей, погнали! Итак, начнем, как всегда, с самого обычного. Во-первых, графика. Сразу скажу, что игру я проходил на PlayStation 5 и играл я исключительно с 60 кадрами, то есть в режиме производительности. В игре также поддерживается режим качества, там, разумеется, игра работает при 30 кадрах, с уверенностью я скажу, что разница между графикой в 30 кадров и 60 точно есть, в отличие от того же Киберпанка, кстати. Но все-таки отдаю я предпочтение 60 кадров. Итак, начали за графику, за нее же и продолжим. Во-первых, меня очень интересовал вопрос, а есть ли в игре фотореализм? Ответ на этот вопрос будет положительный, он есть, но исключительно редко и в определенных сценах, не более того. Но также хочется заметить, что мимика персонажей, ну прям мое почтение, это, конечно, не L.A. Noire, но тем не менее, все на достойном уровне. Ну и, конечно же, катсцены, на которые только лениво не ругался в первой части, и тут, конечно же, катсцены стали лучше. Меня это удивило, потому что я думал, что особо ничего не поменяется. И почему я так думал? А все просто, ведь изначально, когда стали показывать игру, то, в принципе, многие заметили, что ничего особо не поменялось. И это действительно так, по сравнению с первой частью, мало что поменялось, но об этом дальше. И, конечно же, нельзя не обсудить лицо Элой, потому что многие говорили о том, что все-таки ее сделали чуть толще. И да, это действительно так, но бросается ли это в глаза? Очевидно, нет. Ты этого совершенно не замечаешь, разве что постоянно заметно то, что лицо у Элой почему-то крайне красное. Ну ладно, это все придирки. Наверное, еще важным аспектом в моей оценке будет и то, что я проходил первую часть Horizon Zero Dawn, и хочу сказать, что DLC, которое, кстати, было мной куплено, и при этом я его даже не запускал, я все-таки не осилил. Хотя стоило бы его пройти перед Forbidden West, однако хочется сказать, что в итоге, если бы я поиграл в DLC, то на целый Forbidden West, а эта игра действительно огромная, меня бы уже просто не хватило, но обо всем по порядку. Мы с вами все-таки начали за графику, и, кстати, иногда присутствует пикселизация, я не могу сказать, есть ли она в режиме качества, но в режиме производительности она точно есть, и эта пикселизация происходит вдалеке. Бывает с Торнадо, бывает с персонажами, и это, ну, скажем так, бросается в глаза, но не сильно. И редко, крайне редко, но случается такое, что происходят проседы в катсценах, и разрешение при этом также понижается ниже 1080, это прям 100%. При этом также падает и количество кадров, то есть я играю при 60, и вот катсцена с 30. Ну, я считаю, что это не то, чтобы прям хорошо, не то, чтобы прям плохо, но это есть, и я думаю, что это 100% поправят. Еще бывает то, что когда ты бьешь копьем по врагам, то оно просто проходит мимо них или куда-то в воздух. Но это, опять же-таки, было в первой части, и вот как раз-таки мы сейчас плавно к этому подходим. Потому что по своей сути, к огромнейшему сожалению, Horizon Forbidden West это чистейшая копирка первой части, с измененной лишь графикой, которая очень стала хорошей, и измененным сюжетом. В остальном это вся первая часть. Разве что сюда добавили хранилище в инвентаре, то есть если вы полностью заполняете свои сумки, то все, что вы собираете, отправляется автоматически в хранилище, как было сделано в ремейке Demon's Souls на PlayStation 5. Есть еще и плюсы, это одновременно некий минус, сейчас объясню почему. Это детальная настройка всего, но меня интересует именно управление. Я слегка изменил управление под себя и сделал удар копьем на квадрат, а не на R1, как это было изначально. И как вы, наверное, многие знаете, в игре есть параплан, и для того, чтобы его раскрыть, необходимо нажать квадрат по умолчанию. И подсказки в игре, даже с измененным управлением, все равно показывают, что нужно нажать квадрат, но если вы прыгаете откуда-либо, то это просто не срабатывает. Параплан не открывается, Элой падает. Я даже гуглил, почему у меня не открывается параплана, оказалось все просто, потому что удар просто перебивал этот самый параплан, и необходимо было еще и настройку параплана в управлении поменять на другую кнопку. Ну, я ее изменил на R1, и все вроде бы нормально. Еще стоит сказать озвучку и звуки в целом. Мне русская озвучка нравится, я понимаю, что многие против русской озвучки по тем или иным причинам, трудности перевода привет, и тем не менее, тут меня не огорчила озвучка, все достаточно хорошо, звук достаточно объемный, и каких-то особых проблем я не замечал. Да, бывало, что персонажи говорили какую-то муть, но это скорее исключение из правил. Звук же в игре просто потрясающий, постоянно какие-то звуки природы. В некоторых городах, например, есть пение, и это здорово, и ты его слышишь, оно вокруг тебя. Так что тут мое уважение. Однако мы плюсы будем с вами разбавлять и минусами. Хотя минусом следующий пункт я не назову, но листья при касании, когда Элой мимо них проходит, они, собственно, да, они расходятся, но при этом сквозь Элой проходят, и это достаточно часто встречается в самой игре. Кстати, многие еще говорят, что я на скорую руку делаю обзоры, что я тороплюсь куда-то. Нет, это не так. Так, если я не упоминаю большинство геймплейных фишек, то сами подумайте. В некоторых играх этих самых геймплейных фишек невероятное количество, и если я буду говорить о каждой, то, во-первых, ролик растянется, многие смотрят обзоры именно перед тем, как купить игру. То есть они сидят, посмотрели обзоры, такие, хм, пойду в магазин куплю, или наоборот, нет, не пойду, не куплю, потому что мне игра не понравилась. Если я буду рассказывать о каждой фишке, то потом просто-напросто игра уже будет скучная для вас, потому что вы будете знать о каждом, абсолютно каждом аспекте игры. Мое дело ввести в курс, показать, какая это игра, и стоит ли она вообще какого-либо внимания. Тот же самый Horizon, я могу бесконечно говорить о том, сколько нового оружия добавили, потому что оружия добавили действительно очень много, это всякие арбалеты и тому подобное. И аспектов, которые были добавлены в тот же самый Horizon, я тоже могу бесконечно перечислять, но будет ли это интересно смотреть, и будет ли в это интересно играть после того, как вы посмотрите, но это остается вопросом. И все-таки давайте продолжим говорить об игре. Безусловно, также было бы кощунством не упомянуть о том, насколько красив мир и его погодные условия, потому что будь то дождь, будь то песчаные бури, все это выглядит просто невероятно. Опять же, не могу говорить за картинку на PS4, но на PS5 все выглядит просто бомбезно. Ну и конечно же, нельзя не упомянуть подводный мир, который выглядит точно так же потрясно, что пресная вода, что например та же вода в казино, которая появляется нам по ходу сюжета. Но не будем об этом, а я хочу лишь сказать о том, что тут все сделано грамотно, ну и как многие знают, у нас появится акваланг, который позволит нам бесконечно плавать под водой. Многие, наверное, наслышаны о том, что в Horizon есть паркур, действительно, но он, к сожалению, крайне неуклюжий, неудобный, все резкое, дерганное, постоянно Элой проваливается сквозь текстуры. И мне это не особо нравится, да и паркурить на самом деле очень непросто местами. Почему? Потому что бывают моменты, когда ты точно уверен, что Элой зацепится, но при этом там паркурить вообще нельзя. И, конечно же, многое было сказано о том, что в игре присутствуют новые машины, да, действительно их очень много, все они, конечно же, пародируют животных, там те же кенгуру, например, есть, птицы и так далее. Но об этом, опять же таки, все наслышаны, машина выглядит потрясно, все играется потрясно, бодро и быстро. Но, опять же таки, мы вот уже с вами сколько разглагольствуем, и я ни слова не сказал про геймплей, да потому что на самом деле он остался один в один точно такой же, как в первой части. И все настолько осталось таким же, что даже интерфейс не поменяли. Мы по-прежнему можем вставлять всякие руны в свою одежду или оружие, разве что добавили прокачку этого самого оружия, луков и так далее, все это можно покупать, но покупать можно было и раньше. Одежду можно покупать и прокачивать ей уровни. Сильно ли это поменяло геймплей? На самом деле нет, я практически этим не пользовался. Но с уверенностью хочу сказать, что колчан у нас, конечно, к огромному сожалению стал гораздо меньше, и это раздражает, потому что для того, чтобы его прокачать, нужно находить действительно редких животных. С которых причем не всегда падает то, что тебе нужно для прокачки, ну тут выводы делайте сами. Еще в игру добавили настольные игры, сейчас ни одна триплэйгра, наверное, в открытом мире не обходится без настольных игр. И что это за настольная игра? Во-первых, она отчасти, лишь отчасти, чем-то далеко напоминает инскрипшн, если кто знает. Наша задача заполнить свою энергию, и тогда мы побеждаем. Не сказать, что мне она понравилась, потому что она меня скорее больше раздражала. Я прошел полностью первую игру, и по сути больше я за эту игру не садился. Мне на самом деле очень не понравилась реализация, так как изначально я даже не понял, в чем смысл. Сначала я думал, что необходимо победить врага, а оказалось, что нужно просто заполнить полоску энергии. Ну и конечно в игру были добавлены лицевые раскраски, думаю об этом тоже многие знают. Это опять же таки все косметика, нашу одежду также можно вкрасить, и это тоже, наверное, ни для кого не секрет. И что стало интереснее, так это мировые квесты, то есть время от времени вы будете встречать людей, которые просто с кем-то сражаются, например, будь то машины или люди, и во время встреч с ними вы можете им помочь, и они вас чем-нибудь отблагодарят. Еще, кстати, что примечательно, ведь в игре, как вы помните, есть копье, которым можно сражаться на близких дистанциях с противником, и если вы будете просто долбить на кнопку, то, разумеется, противник запомнит ваши движения и уже будет отпрыгивать в те моменты, когда вы повторяетесь. И это, я хочу сказать, очень здорово. Также никуда не делась система навыков, навыки в этой игре стали плюс-минус, я бы сказал, полезнее, но по факту на самом деле они мне не понравились. Да, у нас есть специальный режим ярости, но я его практически не использовал, потому что опять же таки игра слишком простая, даже на нормальном уровне сложности, где тебя легко могут вынести буквально с пары тычек. И пользоваться этим режимом вы также вряд ли будете, потому что не всегда про него можно даже вспомнить. Еще, кстати, что хочу сказать про навыки, а точнее про очки навыков, мы их получаем вообще за все, что угодно. Прошли квест, получили навыки. Прошли дополнительный квест, получили навыки. Навыки, навыки, навыки. Постоянно вы их получаете. И если вы в прологе пройдете все знаки вопроса, побочные квесты, то к выходу из пролога вы, скорее всего, сможете на 90% прокачать как минимум одно древо навыков, а их несколько. Это лекарь, например, воин, лучник и так далее. Понятное дело, каждый отвечает за что-то свое. Но, кстати, пролог хочу похвалить, но для кого-то это, конечно, может быть огромным минусом, не для меня. У меня на пролог ушло 7 часов, то есть порядка 5-7 часов вы точно убьете на пролог. Но, опять же таки, я прошел все знаки вопроса в прологе, я прошел все дополнительные квесты, на саму же игру ушло, ну, плюс-минус 60 часов, наверное, точно. Она очень огромная. И это с учетом того, что я проходил по бочке, я бегал по знакам вопроса. Мне в целом это доставляет. Но все-таки игра, скорее, больше расстроила. Почему она меня расстроила? Во-первых, это вся та же первая часть, просто с красивой картинкой. То есть, Gorilla Game, по сути, даже не удосужились перерисовать интерфейс. Хотя, конечно, это можно сказать и про серию Assassin's Creed, про три последние части, и тем не менее. К сожалению, я не могу сказать ничего про версию на PlayStation 4, но говорят там все хорошо. Просто графика гораздо-гораздо мыльнее, чем на PlayStation 5. И в целом, что я хочу сказать, нововведений в Horizon Forbidden West не так уж и много. Если вам понравилась первая часть, то от Horizon Forbidden West вы будете в полнейшем в восторге. Потому что хуже она ничего не сделала и, наоборот, принесла гораздо больше всего интересного и нового. Но не так много, как хотелось бы и как положено с сиквелом. Можно сказать, что в целом это что-то на уровне первой части Last of Us и второй. Концептуально это две одинаковые игры, вот то же самое и с Horizon. Стоит ли ее сейчас покупать, на самом деле не могу сказать точно, но со скидочкой можно было бы очевидно это сделать. Там, знаете, с баллами, например, в разных магазинах. Поэтому здесь уж решайте сами. А на этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok